Колыбель трех революций. Александр Зубченко специально для Альтернатива.орг за 14 сентября 2020 года. Украина является активной участницей трех цветных революций. Белорусской, Американской, Грузинской. Плюс на осень у нас еще анонсирован Пуч, который формально будет иметь все признаки третьего Майдана. Не удивлюсь, если Навального привезут к нам в красивом медицинском буксе, чтобы он окончательно отошел от конской дозы новичка и пообщался с Ющенко, принявшим примерно полулитра свежего диоксина из секретной лаборатории Смешко на Трухановом острове. Поэтому украинская нация продолжает играть первую скрипку в мировой закулисе, состоящей, как известно, из масонов, демократов и соплеменников нашего президента Зеленского. Не хочу, чтобы меня считали порнографом, то есть голословным, поэтому буду приводить железные аргументы в пользу версии об Украине, колыбели трех революций. Даже не знаю, с какой начать. Пожалуй, с грузинской. Вы все знаете, что у нас есть Михо Саакашвили, который страдает жесткой биполяркой, одновременно считает себя и украинцем, и грузином, но хочет вернуться на историческую родину, чтобы стать там премьером. Выборы у грузин пройдут 31 октября, а Саакашвили взбодрился. Его партия, Единое национальное движение, уже выдвинула грузино-украинца на их кабмин. Никого не должен вводить в заблуждение тот факт, что движение круто проигрывает правящей партией «Грузинская мечта». У сторонников Михо 16%, у мечтателей 33%, но для настоящей цветной революции вполне достаточно 5-10% отморозков. Проверено двумя Майданами, даже не спорьте. Поэтому в ноябре, после подведения итогов выборов, в грузинский парламент должны вспыхнуть массовые акции мирного протеста с мордобоем, пытками исчезнувших активистов, прорывом Саакашвили через грузинскую границу и прочими традиционными спецэффектами. МИДы Украины, Латвии, Литвы и Польши оперативно осудят массовые фальсификации допущенной правящей партией в отношении невинных скачущих животных с гвоздиками. Хотя нет, вроде революция гвоздик уже была, да и пофиг, никто не заметит. Приблизительно через полгода массовые нарушения во время избирательной кампании осудят Министерство иностранных дел Эстонии. С этим ничего нельзя поделать. Быстрее не получится. ПАСЭ, ЕС, Госдеп, Европарламент выразят сильнейшую озабоченность неправомерным применением силы в отношении грузинской оппозиции еще до самого применения. Это нормально. Понятное дело, что Брюссель будет вводить санкции, Литва их сразу же поддержит, а границы Украины мгновенно откроются для грузинских оппозиционеров, мечтающих воссоединиться с МИХО. В числе первых в багажнике автомобиля с дипномерами вывезут Хатию Даканаидзе, бывшую начальницу национальной полиции Украины. Помню ее по Киеву, как женщину с бледными, плохо выбритыми ногами. Неважно. Потом ситуацию в Грузии начнут раскачивать, и Украина будет активно этому способствовать. Можете даже не сомневаться. Понятное дело, отзовут украинского посла для консультаций. Кулеба, местный глава МИД, призовет диктатуру добровольно сложить полномочия перед волей народа. Но Соло, вне всякого сомнения, во всем этом ноябрьском кипише будет играть Саакашвили. Он очень возбуждается в подобные периоды массового помешательства. Давид Живания, еще один украинский грузин, в одном из своих разоблачительных роликов на Ютьюбе, как-то приоткрыл механизм сексуального возбуждения МИХО. Говорит, что у спецслужб есть видеозапись, где президент Грузии, пардон, анонирует, просматривая ролик с пытками заключенных в грузинской тюрьме. Если возникнут вопросы, обращайтесь к Давиду Важаевичу, он больше знает. Таким образом, детонатор, будучи грузинской революцией поломанных гвоздик, находится в Украине. Он официально работает у нас главой исполкома Национального совета реформ при президенте. Должность фиктивная, однако Саакашвили пытается с ее помощью заработать себе денег на насыщенную личную жизнь. Пентхаус на крыше в Одессе он уже слупил с местного застройщика и не намерен останавливаться на достигнутом. Сразу после завершения парламентских выборов в Грузии начнется главное шоу осенне-зимнего геополитического сезона – эпохальная битва Байдена с Трампом. Раньше, когда я слушал курс буржуазного антикоммунизма, нас учили, что двухпартийная американская система является ширмой для гребанных империалистов. От смены республиканцев на демократов ничего в прогнившей империи не меняется. У обеих партий одни буржуазные ценности и животная ненависть к коммунизму. Теперь все изменилось. Трамп и Байден олицетворяют два мира, два образа жизни, которые пока еще формально сосуществуют в рамках одной государственной системы. Но все понимают временный характер этого сосуществования. Исповедуемые лидерами первая буква, если не ошибаюсь, пока «Л». Ценности кардинально отличаются. Демократы уже сосут у коренного населения африканского континента, перед которым несут бремя исторической вины, а репсы пока еще не готовы. Вы, наверное, уже хотите спросить, а при чем тут Украина? С точки зрения БЛМ-движения ни при чем. Приходится признать, что к смерти товарища Флойда мы не имеем никакого отношения. А вот во всем остальном мы с гордостью смотрим на своих учителей, готовящихся явить миру образцовый супермайдан. Это должна быть эталонная цветная революция, созданная руками первооткрывателей данного направления коррекции социума. Первобытная энергия пассионарных галичан, которые в США оказались афроамериканцами, уже изменила облик многих городов Америки. Миннесота, Портленд, Вашингтон, Нью-Йорк. Были созданы идеальные условия для смешивания базовых компонентов цветной революции. Социум фрагментировался, стал восприимчив к истинному идиотизму и готов бахнуть. Остался последний ингредиент, собственно, выборы. Это как наш старый добрый оранжевый майдан. Ющенко Байден против Трампа Янковича. Добро и зло. Ад и рай. Гомосеки против правосеков. И наоборот. Великая диалектика цветной революции. И да, мы активно вмешиваемся в американские выборы. Это официально признано контрразведкой США в лице Уильяма Эванины и Министерства финансов США. 8 августа Эванина с прискорбием констатировал, что Украина в лице народного депутата Андрея Деркача активно вмешивается в ход американской политической кампании. По его словам, создана реальная угроза их национальной безопасности. 10 сентября Министерство финансов штатов ввело персональные санкции против Деркача по той же причине. Хрупкая американская демократия не выдержала разоблачения украинского парламентария, который вскрыл систему глобальной коррупции при участии представителей демократов. А вообще и Джо Байдена в частности. Естественно, Деркача назвали российским агентом, который более 10 лет сотрудничал со спецслужбами Кремля. Вы бы тоже поискали какую-нибудь империю для оправдания своего феноменального прокола. На самом деле, все просто. Продолжение следует. Это была первая часть статьи Александра Зубченко специально для Альтернатива.орг за 14 сентября 2020 года. Колыбель трех революций. Продолжение следует.